книга открытым оком том 1 вопрос 199 тема смерть у знакомой женщины 6 дней назад пропал сын 20 лет она в церкви ставила свечку за покой так ее научили но свеча все время гасла что это суеверия или что-то в этом есть какие молитвы и читать она надеется что он еще жив отвечает Игнатий Тихонович Лапкин вот обычное состояние неподготовленной души Иоанн Златоуз говорит что страдание от наступающего увеличивается от того что человек не подготавливал себя к этому событию к несчастью вот еще один случай когда видно что намного выгоднее быть в жизни пессимистом когда ожидаемое худшее не сбудется то у тебя довольное лицо и на сердце приятно случилось неожиданное и душа бросилось во все тяжкое священное писание учит во всем доверяться Богу книга Ева 1 глава 19 22 и вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома и дом упал на отроков и они умерли и спасся только я один чтобы возвестить тебе тогда ее встал и разодрал верхнюю одежду свою остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал нак я вышел из чрева матери моей нак и возвращусь господи дал господь и взял как угодно было господу так и сделалось да будет имя господне благословенно во всем этом не согрешил иов и не произнес ничего неразумного о боге гаснет свеча по разным причинам ветер нечистый материал и другое подобное суеверие со свечами широко распространено в лжеправославие в патриархийной в кавычках полноте церковной эта душа должна была бы дойти сразу подойти сразу к священнику как лучшему другу на земле все рассказать помолиться заявить в милицию в этом вопросе непонятно был ли сын верующим где он жил и с кем водился не в храме же он был когда потерялся у моего лучшего друга устиного александра ивановича бывшего начальником радиостанции умерла бывшего радио сань начальником радиостанции у маршала ракосовского к к проведшего всю войну на передовой видевшего тысячи смертей и оставшегося живым и неповрежденным была крепкая истинная вера у него было десять детей одни с ним были в этот день в храме в новосибирске за 60 километров от эскетима в котором он жил а сын миша десантник краса и гордость города внезапно в пьяной драке был убит вернувшись домой он узнал об этой трагедии и сразу же пошел в морг увидев грязное кровавленное тело сына он покачал головой и сказал эх миша какую страшную и срамную смерть ты принял не слушаясь отца если бы ты был со мною в храме куда я звал тебя вчера ты бы был жив герои веры дети божии поступают и говорят именно так они бросаются к колдунам и нечистым свечам если сын был неверующим и не думал обращаться к богу то в этом нужно видеть милость божию что преступный путь его закончился раньше и он меньше будет ответственен если же он был верующий добрый христианин то и тогда не следует терять голову библия об этом повествует так премудрость соломона 4711 а праведник если и равна рано временно умрет будет в покое ибо не в долговечности честная старость и не числом лет измеряется мудрость есть седина для людей и беспорочная жизнь возраст старости как благодивший богу он возлюблен и как живший посреди грешников представлен восхищен чтобы злоба не изменила разума его или коварство не прельстила души его